Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам расскажу, зачем в русской армии применялся патрон с салом. Я уже давно натыкался на обрывочную информацию про таинственный патрон с салом, но только благодаря статье Руслана Чумака удалось узнать подробности. На самом деле такой патрон предназначен для учебной стрельбы. Острая необходимость в патронах для учебной стрельбы, или как их еще называли короткобойных патронов, возникла в середине 1890-х годов, когда русская армия перевооружалась новой трехлинейкой образца 1891 года. В это время потребность в боеприпасах для проведения учебных стрельб была очень велика. Вместе с этим патронные заводы еще не вышли на уровень производства новых патронов, позволяющий удовлетворить все потребности войск. Кроме того, в процессе учебных стрельб выяснилось, что пули новых трехлинейных винтовок наносят повреждения мишенному оборудованию, пробивают пулюлавливатели и боевые брустверы стрельбищ, тем самым представляя угрозу окружающим людям. Таким образом, сформировалась необходимость в специальном патроне, который, будучи надежно работающим в механизмах боевых винтовок, обладал бы сходными с боевыми винтовочными патронами внешне-баллистическими характеристиками на небольших дальностях, а также имел легко разрушающуюся пулю. Для стрельбы такими патронами не нужны были бы обширные и капитально оборудованные стрельбища. Стрельба ими была бы возможна в пределах мест основного расквартирования войск при соблюдении элементарных мер безопасности. Из всех предложенных конструкций короткобойных винтовочных патронов в России предпочтение было отдано патрону конструкции Тарасова образца 1906 года. Короткобойный винтовочный патрон системы Тарасова имел тупоконечную, безоболочечную, свинцовую или оловянную пулю с особой внутренней полостью, заполненной салом и поташом. Поташ был введен в состав просальника для нейтрализации кислотных остатков порохового нагара и, соответственно, препятствование образования ржавчины в канале ствола. При выстреле сало выдавливалось через боковые отверстия прямоугольного сечения, защищая тем самым канал ствола от свинцевания, которое ухудшало меткость стрельбы. Короткобойный патрон Тарасова на малых дальностях стрельбы до 50 метров имел характеристики кучности, близкие к характеристикам боевого патрона. При этом деревянный щит толщиной 25 мм пуля Тарасова могла пробить с расстояния не более 10 метров. В случае рикошета пуля легко сплющивалась или разбивалась на куски. Максимальная дальность стрельбы патроном системы Тарасова не превышала 500 метров. Отдача при стрельбе из винтовки была едва заметной. Звук выстрела значительно тише, чем при стрельбе штатным патроном. Правила стрельбы из винтовок малозарядным патроном Тарасова устанавливали пропорциональное сокращение расстояний стрельбы, установок прицела и размеров мишеней по сравнению с теми же значениями для боевых патронов. Также требовалось выносить точку прицеливания несколько влево, так как из-за малой отдачи и ввиду отсутствия влияния штыка на тучность стрельбы, средняя точка попадания пуль смещалась вправо. Патрон системы Тарасова имел ряд существенных недостатков. Порох в патроне был холостого типа и агрессивно воздействовал на канал ствола. Очень легкая пуля при стрельбе на дальности более 100 метров сильно сносилась ветром. Также короткобойные патроны Тарасова были подвержены осечкам и затяжным выстрелам по причине незначительности объема порохового заряда по отношению к внутреннему объему гильзы. Для предупреждения осечек и затяжных выстрелов каждый раз перед заряжанием рекомендовалось встряхивать патрон, чтобы осадить порох капсюлю. Позднее выяснилось, что патроны Тарасова нельзя было долго хранить, так как сало проникало в порох и заряд приходил в негодность. Широкого распространения короткобойные патроны конструкции Тарасова не получили, хотя и использовались в РККА для обучения стрельбе вплоть до конца 20-х годов. Тарасов не единственный, кто использовал подобную систему защиты ствола. Аналогичные, только боевые патроны использовались и американцами.